Питон Ну и, разумеется, парацикл, который позволяет пробегать эти последовательности. Прежде чем нам говорить про цикл, про кортежи, списки, строки и так далее. Кстати, про строки у нас будет отдельный разговор, потому что там много интересного. Прежде чем говорить про это все, давайте одну штуку такую про Питон опубликуем, продемонстрируем друг другу, которая связана с его объектной моделью, но вообще говоря с объектно-ориентированным программированием связана не очень. Ну и вернее даже не так. Она, конечно, связана с объектным планированием программы и с представлением больших и сверхбольших моделей в виде таких графов, деревьев, объектов и классов. Но конкретно связана ровно с одним инструментом, который считается традиционным, важным в объектном планировании. Это инкапсуляция. Мы отдельно про это будем с вами говорить, про то, что такое инкапсуляция, для чего она нужна и так далее. В данном случае нам нужно совершенно конкретное в Питоне представление об инкапсуляции, как о дереве пространств имен. То есть у нас есть объекты в Питоне, а мы знаем, что в Питоне вообще все объекты. Функции это объекты, модули это объекты, классы это объекты, разумеется, числа, строки, все объекты. Объекты все в Питоне. В Питоне есть объекты. И в этих объектах, оказывается, внутри есть подобъекты, внутри которых есть другие подобъекты. И так все вот внутри. Это дело, значит, можно углубляться сколько угодно. Что я имею в виду? Ну, допустим, у нас есть какое-нибудь число, ну, не знаю, комплексное число С, которое равно 3 плюс, там, не знаю, 5G. Вот такое интересное комплексное число. Оно является объектом, ну, как все. И поскольку оно является объектом, внутри него есть его собственное, вот этого объекта, 3 плюс 5G, который мы назвали именем С. Пространство имен. Вот, значит, пространство имен наше, общее, глобальное. А вот, что у нас содержится внутри нашего объекта С. Обратите внимание на то, что внутри объекта С оказывается много всяких каких-то штук, которые начинаются на два подчеркивания. Или, для краткости, на бла-бла. Вот. Еще есть два каких-то подобъекта, которые на бла-бла не начинаются. Мы такую картину уже с вами видели. Например, если мы скажем importMath, да, то нам в пространство имен тоже приедет объект, один, типа модуль. Вот. Внутри которого тоже будут всевозможные имена. Значит, некоторые из них начинаются на бла-бла, а некоторые нет. Ну, разница только в том состоит, что для встроенных объектов вот этих специальных методов, которые начинаются на два подчеркивания, гораздо больше. Вот. Идея использования вот этого содержимого пространства имен каждого объекта, очень похожа на то, что мы с вами видели с модулем MASS, вот, и вообще с модулями, и выглядит она следующим образом. Мы говорим C точка, допустим, real. А, C точка real. Что такое C точка real? Это вещественная часть нашего комплексного числа. Вот. Ну и, соответственно, C точка и маг. Это мнимая часть нашего комплексного числа. Вот. Как это устроено? У нас есть некоторый объект, в нем есть поля, вот это называется поле. Вот. Соответственно, когда мы обращаемся к соответствующему полю, мы получаем какой-то кусочек этого объекта или его свойства. Вот. Вот и все. Идея обращения через точку. Мы с вами будем, по крайней мере, как это правильно сказать, упоминать понятие протокола, но у нас сейчас будет. Так вот, числовой протокол подразумевает, что поле real и поле img должно быть у всего. То есть, у, скажем, целых чисел оно тоже есть. Вот. Ну, давайте попробуем. Там a равняется 23, a точка img. Вот, пожалуйста. real. И это означает, что, например, давайте посмотрим, какое у нас число. Вот c, естественно, комплексное, а c точка img, естественно, float. Вот. Таким образом, мы у c точка img, у него тоже есть, например, поле real. А у него есть поле img. А у него поиск есть поле real. А у него есть тоже поле real. И так до бесконечности, пока нам не надоест, но, впрочем, нам уже надоем. Примерно так же дело обстоит с многими другими способами углубляться внутрь объекта. Просто дальше нам не надо с вами. Понимаешь, дальше вот этого, вообще говоря, ходить неинтересно. Вот. Помимо полей, у объекта бывают методы. Ну, скажем, у функции, у этого самого модуля math, по большей части все поля являются методами. Вот, кроме там pi, tau и e. А какой-нибудь там, не знаю, синус, да, это встроенная функция. То бишь, фактически... А, кстати, это функция, это не метод. Ну, не важно. Вот. Значит, у числа веществ, мы, как видели, есть... Есть конжигейт. Давайте посмотрим, что это такое. Вот. Есть какой-то метод конжигейт. Что он делает, я не знаю, если честно. А дополнительное число он выводит. Видите, у него... Ортогональное. Ну, в общем, нет, не ортогональное, это какой-то дополнительный. Ну, короче, вот есть такой метод, да. Вот его можно вызвать, и он нам выдаст... Я просто не помню, что это такое. Извините. О, сопряженный комплексное. Спасибо Жене. Вот. Вениамин. Будут у нас декораторы, но не сразу. А может быть, кстати... А, да, декораторы. Декораторы будут, но не сразу. Конечно, будут. Посмотрите в план прошлого года. Они там были, значит, и в этом году. Вот, спасибо Жене, который правильно вспомнил название. В некоторых ситуациях, значит, да, относительно терминологии. К сожалению, она плавает. И обычно полями, ну, я, по крайней мере, называю любого члена пространства имен объекта. То есть все, что у него внутри, это у его поля. Просто некоторые из этих полей коллабл, а некоторые из них не коллабл. Вот. И те, которые коллабл, поля, называются методы, а те, которые не коллабл, поля, называются поля. Вот. Эта путаница такая с нехорошей рекурсией, она разруливается по-разному. Я, с вашего позволения, так и буду говорить. Значит, если речь идет о просто поле какого-то объекта, неважно, он является функцией или не является, я буду говорить поле. Вот. Если же речь идет именно о коллабл поле, да, я буду говорить метод. Вот. Ну, а дальше сами разбирайтесь. Извините за такую вольность. Вот. Значит, методы. У всех объектов есть методы. Давайте посмотрим, что там у нас с целыми числами. О! Вот этот метод целых чисел. Обратите внимание на то, что у них есть... Кстати, наверное, целое число даже интереснее. У целого числа есть, например... Ну, давайте мы его положим куда-нибудь. Да? А. ТОЧКА БИТЛЕНС. Волшебный совершенно метод, который показывает, какое количество битов занимает данное число. Да? Вот. Интересно, что такое 2byte? Никогда не пробовал. А, еще нужно... Байт ордер. Что ж такое-то? А, литвы. Понятно. Но мы с этим будем с вами, кстати, иметь дело, когда будем разговаривать про специальные типы строк в питоне. Вот. Хорошо. Бог с ним. Ну, в общем, идею вы поняли. Даже, значит, внутри нашего объекта есть целое пространство имен. Оно представляет собой либо просто поля, в которых лежат какие-то данные, возможно, вычисляемые, как в случае, значит, real и imag. Вот. А большей частью методы, которые, собственно, что-то делают с содержимым этого самого объекта. Обратите внимание, что мы говорим о bitLength. Мы нигде вот этой нашей функции или функциообразной штуке под названием метод bitLength не передаем объекту A. Но поскольку вот этот метод является, инкапсулирован в этот объект, он же сам знает, чей он метод. И поэтому он ходит к этому объекту A. И его-то bitLength, значит, нам возвращает. Так что тут все, в общем, довольно очевидно. В питоне на уровне байт-кода, то есть на уровне, собственно, семантики языка, в действительности нет ни одной операции. Все, что мы видим в виде красивых операций в питоне, это синтаксический сахар вокруг методов. Вообще все. Даже вызов функции. Даже операция точечка. Вот эта самая. Это тоже на самом деле какой-то метод, кажется. Нет, может быть точечка и нет. Могу, боюсь соврать. Но неважно. В любом случае, все операции, которые мы знаем, такие вот обычные, там сложение, вычитание, умножение, квадратная скобка, индексирование. Все, 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 все. Это все методы на самом деле. Причем вот ровно те самые методы с подчеркиванием, которых тут у нас большая куча. Дмитрий спрашивает, почему число 0, bitLength равен 0, а не 1. Потому что этот самый Шеннон так сказал. То есть, для того, чтобы хранить единицу, вам надо завести какую-то ячейку памяти и положить туда единицу. А для того, чтобы хранить пустой объект, можно договориться, что он пустой и не занимает места вообще. Вопрос философский. Если говорить формально, то мне кажется, что bitLength выдает старший разряд, в котором стоит единица. Соответственно, если ее нигде не стоит, он выдает 0. Например, я имею в виду, например, как преобразуются операции в методы. Вот у нас есть a, а можно сказать a.neg. По-моему, так. Ну, догадайтесь одного раза, что эта штука делает. Правильно, это минус a. А вот эта одноместная операция. Ниг на самом деле и есть то, что в действительности делает питоний интерпретатор, когда интерпретирует байт-код. А вот эта запись, это красивая запись для нас. Точно так же, допустим, a.add99. И это операция сложения, которая в действительности выполняется питоном. Вот тут есть некоторая хитрость. Ну, сейчас мы про это поговорим. А мы пишем не так. Мы пишем a плюс 99. Мы, в принципе, можем даже вот так написать. Да, понимаете ли? Мул 3. Вот. Ну, только вот так мы написать не можем, потому что, когда питон видит вот это число, он считает, что это вещественное число, он говорит, что не-не-не-не, так нельзя. Да, так можно, пожалуйста. А что? У нас создастся объект 2, 1, 3, 4. Вот. Вызовется его встроенный метод мул. Бла-бла, мул, бла-бла. Да? К этому встроенному методу мул передастся 3, мул это умножение, мультипликейшен, ну и нам получится результат. Все, все совершенно как бы прозрачно. И не только, не только операции, но и, например, некоторые популярные функции типа abs или int, или вернее len, вот. Они тоже на самом деле раскрываются в вызов соответствующего метода, потому что вот метод abs есть у вещественных чисел, он есть у цели. Он есть у целых чисел, он есть у компрессных чисел, да, и все это делается abs, скажем, от abs от c. В действительности это c. Вот. Такой синтаксический сахар. Да? Или там какой-нибудь len от строки. В действительности это та самая строка, точка len. Вот и len, ну, бла-бла, конечно. В общем, таких штук в питоне довольно много. Просто надо понимать, что любая операция и некоторые вот такие шапошные функции типа abs или lena, они заменяются на вызов соответствующих методов. Вот. Ну, вот. Я тут уже приводил методы mul и add. И хочу сказать, что питон не был бы питоном, то есть языком удобства и читаемости которого стоит на первом месте, если бы не добавил к вот такому, вот такому простейшему синтаксическому сахару еще немножко такого питонизма. Питонизм заключается в следующем. Смотрите. Вот, допустим, значит, числовой протокол. Ну-ка. Да. Значит, вот давайте я... Во-первых, мы сходим вот сюда по ссылочке, посмотрим, что нужно для того, чтобы наш объект считался числом. И выяснилось, что нужно довольно много для того, чтобы наш объект считался числом, в нем нужно реализовать все вот эти, и вот эти, и еще вот эти, и еще немножко вот этих модулей. Вот. Вот когда вы их все реализуете, наш объект будет считаться числом, то есть поддерживать то, что называется числовой протокол. Понятие протокол означает, что на самом деле мы можем, оно такое неформальное, нет нигде конкретного там спецификации, нет нигде конкретных требований, но оно означает, что если, допустим, поделать числовой протокол, то мы можем складывать числа, вычитать, и вот эти вот синтаксические конструкции красивые с плюсиком или абсом будут, или со сравнениями, помните? Сравнения же тоже, сравнения же тоже где-то тут должны быть. Вот, пожалуйста, не равно, больше чем, да, где-то меньше, меньше либо равно, давайте найдем. LE какой-нибудь. И колым и не. Вот, меньше либо равно, EQ равно. Короче говоря, операции, которые можно делать с нашими объектами, они все на самом деле лежат в их методах. Вот, в том числе и операции сравнения, операция, между прочим, bool, видите, результат этого метода, как бы, он возвращает true или false в зависимости от того, пустой объекта или нет, да? То есть вот наш разговор про пустоту, на самом деле он упирается вот в это. Вот, в то, что 0, бла-бла-бул, бла-бла, это false, а все остальные числа, бла-бла-бул, бла-бла, это true. Когда мы будем с вами говорить о классах, мы сделаем следующий совершенно логичный шаг. Мы будем моделировать классы, в которых заведем ровно вот эти методы, и от того, что мы их там заведем, будут работать соответствующие операции. Но это будет потом. Еще одно главное свойство, про которое хочется рассказать у питоновского синтаксического сахара, и это вот про ту самую более хитрую логику, чем замена одной операции одним методом. Например, умножение. С умножением ситуация такая. Смотрите, вот у нас есть, допустим, пример с умножением, вот он, да? Допустим, мы умножаем, что? А. Да, давайте мы все-таки положим число. А, бла-бла-му, да ладно вам, мул на 9. Вот мы умножаем число на число. Результатом является число, всем хорошо. Мы с вами помним из первой лекции, и сегодня мы про это еще поговорим, что на самом деле можно умножать последовательность на число. То есть мы можем написать что-то типа 1, 2, 3 точка мул, ну и скажем на 3. Вот. Что при этом происходит? Ну понятно, что на самом деле происходит. У нас, это раз, два, три, это кортеж. Вот. У него есть метод мул, разумеется, вот он у кортежа. И мы можем тогда сказать, ну у нас, правда, опять, а, ну и ладно. Мул на 3. Все совершенно очевидно. Кортеж прекрасно знает, как умножать себя на целое число. А именно, себя надо просто повторить три раза. Об этом на самом деле говорит ему протокол последовательности, который он должен поддерживать. Вот. Но дело даже не в этом, а именно в том, что есть метод мул. Он известен на что, как бы, как реагирует на число. Умножает его, как бы склеивает нашу, наш кортеж 3. Не совсем очевидно, как работает обратная ситуация. 3 умножить на мул. Ой, не на мул, на С. Или нет, на А, извините. Вот. Как работает 3 умножить на А? Вообще говоря, мы, ну, вправе ожидать. Вот, тут Владимир говорит, что даже если булл не определен, все равно протокол определения пустоты в питоне не свалится с ошибкой, а посмотрит длину, если она есть. А если и длины нет, просто сравнит с нулем. Тут Виктор спрашивает, чем репр отличается от стр. Давайте, во-первых, мне кажется, что это правильный ответ, который вы дали. Нет, неправильный. Вы дали неправильный ответ, Виктор. Давайте я к этому приду. Хорошо. Это будет тоже, вот прямо вот после того, как я закончу эту тему, я отвечу на ваш вопрос. Значит, смотрите, вернемся к нашему, к нашему барану. Обратите внимание на то, что А умножить на 3, на 3, работает с точностью так же, как 3 умножить на А. Но в действительности это довольно странно, потому что, окей, кортежи знают, как умножать их на число. То есть, если мы пишем А в мул 3, то совершенно очевидно, что работает. Работает метод мул кортежа, который знает, что нужно сделать с кортежем, чтобы умножить его на 3. А когда мы пишем 3 мул А, то должна происходить довольно непонятная ситуация. Числовая константа 3, ее метод числовой константы 3, внезапно должен понять, как на эту константу 3 умножать какой-то произвольный объект, к которому приехал в качестве параметра. Ну, например, кортеж. С какой стати ему это знать? Он не знает, как умножать себя на произвольный объект. Это, в общем, для этого надо произвольное количество условий в мул в этот засунуть. Да, ну, хорошо, не 3. У нас есть А какой-нибудь. Нет, не А. Да ладно, Б равняется. Б мул. На что мы? На А. Да, вот. Нул. Не нул, а мул. Что-то я сегодня немножко, немножко... Вот. Во! Вот что я хотел показать. Смотрите, значит, А мул Б у нас работает. Только не будем его... Хотя, сейчас. 4. А мул Б у нас работает. А Б мул А у нас выдает вот такую фигню. Между тем, Б умножить на А. В общем, работает. Как-то устроим. Устроим следующим образом. Мы начнем с того, что это NotImplemented этот. Это такой объект. Питона. Именно он прям возвращается. Объект, единственный экземпляр класса NotImplementedType. Именно он возвращается в таком случае. И протокол умножения устроен более хитрым способом. И вообще любой арифметической операции устроен более хитрым способом. Если, соответственно, арифметическая операция не поддерживается, то есть число не знает, как умножать себя на кортеж, то оно обязано возвращать вот этот самый объект NotImplemented, если мы попытались напрямую вызвать метод умножения числа на неизвестный объект. Ну или не числа, не важно. Если при вот такой операции в действительности сначала вызывается BmulA, этот BmulA возвращает NotImplemented. И если при вот такой операции получится NotImplemented, то Питон постарается сделать еще одну. Вызвать метод правого, так называемого правого умножения, вообще правоарифметическую операцию, от второго объекта, у второго объекта от первого. То есть буквально сделать следующее. Только Rmul. Что-то много ошибались сегодня. Во! Да, значит, да, в Питоне возможна ситуация, A плюс B не равно B плюс A, если у вас эти объекты разного типа, если это у вас объекты разного типа, и операция сложения, левого сложения существует и для того, и для другого, и, соответственно, выполняется первый, а не сообразно протоколу сложения, да, вот, или там умножения. Протокол альфметической операции устроен следующим образом. Сначала выполняется классическая левая операция. Если она возвращает notimplemented, выполняется правая операция, причем с операндом и помененными местами, да, если Bmul A не работает, то выполняет, и возвращает notimplemented, возвращает саму B. Теперь, значит, я отвечаю на вопрос про repr и str. У каждого объекта есть методы repr и str, вот, причем они точно так же, как мы говорили вот здесь про операции, преобразуются в, ну, то есть функции repr преобразуются в метод, ну, и там от c, да, преобразуются в c.repr, только два этих самых, и str от c, да, преобразуются в c.str. Вот. Во многих случаях, если это простые объекты, эти функции не отличаются друг от друга. Всякий раз, когда мы говорим str от что-то там, ну, допустим, c, то на самом деле вызывается функция str. И когда мы говорим print, а вот когда мы говорим print, кажется, вызывается функция repr. Давайте попробуем сейчас. А, да. И когда мы говорим print от c, вызывается функция str, если она есть. А если нет, то функция repr есть всегда. Именно поэтому принтер, принтер можно сказать всегда. Но если мы скажем вот так вот, например, а нет, ничего плохого не произойдет. Отличаются они, как правильно здесь сказал Владимир, областью применения. Print нужен для, str, и, соответственно, то, что вызывается по умолчанию в принте, нужен для того, чтобы объект, грубо говоря, вывести, как текст. Вот. А repr нужен для того, чтобы программист посмотрел, что конкретно это за объект такой. Вот. Что-то я сейчас не вспомню, где у нас отличаются, отличаются repr от str по умолчанию. Мне казалось, что они в строках отличаются, но нет. Ну ладно. В общем, ежели кто вспомнит это отличие, то будьте добры, скажите мне. Но идея именно такая, и Владимир ее как раз достаточно точно изложил. str нужен для того, чтобы вывести что-то на экран, человек прочел, а repr нужен для того, чтобы вывести на экран как можно больше информации там с идентификатором объекта, со всякими штуками. Последовательность это тоже такой протокол. Ага. И точно. Спасибо. Вот. Тут Владимир опять пришел на помощь и сказал, что типичный пример, где repr отличаются, это строки. Помните, мы с вами жаловались, что print 88 не отличается ничем от вот такой штуки. И мы не можем понять, какой это был объект строковый или числовой. Ну так вот, отличаются. Да. Значит, цикл. Поскольку последовательность это такой протокол, про него мы еще будем говорить позже, когда будем говорить про итераторы, то свойство последовательности быть, любой, любой последовательности быть последовательностью позволяет нам с помощью единственной конструкции, которая называется цикл for, проходить все возможные, все возможные последовательности поэлементным. Собственно, весь конструктор, весь оператор выглядит вот как тут написано. Вот, for, давайте, for c in строка, допустим, или давайте сначала начнем с явного перечисления, n in, да, и здесь что-нибудь типа print n умножить на 2 плюс 1. Вот, значит, что сейчас произошло. Я создал кортеж с помощью конструктора кортежа, засунул его в цикл for, и внутри цикла это самое имя n, которое я указал вам в разделе имена, пробежало у нас от нулевого до последнего элемента нашего кортежа. И, собственно, вот, пожалуйста, цикл, который совершенно другого вида, не как цикл while, который все время вычисляет некоторые условия выхода, а цикл, который заведомо понятно, как работает, он заведомо понятно, сколько раз работает, он идет по всем элементам нашей последовательности, любой. Вот, и выдает, связывает именем, в данном случае n, поочередно все ее элементы. То же самое можно сказать про строки, то же самое можно сказать про списки. Что? А, естественно, не плюс 1, да? Да что ж ты будешь делать? О, пожалуйста. Точно так же, как в цикле while есть break и continue, точно так же, как в цикле while, в цикле for в питоне есть else, который означает, что если мы вышли из цикла не по break, то выполняется клауза else. А если мы вышли именно по break, то клауза else не выполняется. Ну, смотрите, давайте for n in if n равняется 45 break, да, print in, else print kuku. Вот, значит, смотрите, у нас 25 не встретилось. Слушайте, мне кажется, пора запускать текстовый редактор. Мы сейчас задолбаемся все это вводить. Вот. Вот, значит. А если, да, ну, допустим. For n in, if n равняется break, print in, else, это было else, print kuku, Только вот так, конечно. Вот так это работает. Вот так это работает. Вот так это работает, когда это число не встречается, видите? А, нет, встречается. 34 было число. Давайте поставим 67. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот. А вот так это работает. Давайте это закроем. А вот так это работает, когда число не встречается. Вот обратите внимание на это самое kuku, которое вывелось, потому что у нас цикл закончился. Вот вроде как условие больше не выполняется. А break все еще нет. Довольно типичный случай для алгоритма, который называется поиск первопопавшегося, когда мы перебираем последовательность, ищем, 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 ищем эту последовательность, а потом, вернее, ищем элемент в последовательности. И если мы что-то нашли, мы здесь вот пишем типа а, ну, слушай, у нас был такой пример в прошлый раз, да, вот здесь мы пишем, что найдено и выходим, а если не нашли, то обрабатываем эту ситуацию вот здесь. Типичный поиск первых. Меня Виктор спрашивает, остается ли имя N в неймспейсе. Да, конечно, оно остается. Вот оно. Вот. Вообще, в питоне есть очень редкие случаи, когда имена существуют внутри синтекса, изолированы в пространстве имен каком-то специальном. Ну, самый правильный, самый, какой типичный случай, это функция их локальное пространство, но там вообще все отдельно. Вот. А больше я пока не припомню, хотя кажется, что-то был. Вот. Ну, в любом случае, кажется, у ВИС, хотя врать не буду. Не помню. Вот. В любом случае, когда мы говорим про всякие циклы, это понятное дело, что вот у нас вводится это имя, оно больше никуда не девается, потому что мы его явно нигде не удаляем. Оно ни в коем случае не локально внутри вот этого оператора, что было бы странно. Да, но локально, ну, там сначала вообще глобально, оно вводится в глобальном контексте. Что еще? Ну, например, еще, что, когда мы говорим А, запятая Б, запятая Ц равняется раз, два, три, у нас справа, слева у нас стоит специальная синтактическая конструкция из имен. А вот справа у нас стоит произвольная последовательность. Мы можем здесь написать и строку, которая распакуется, и какую-нибудь вычислимую последовательность, типа range, вот, которая тоже распакуется. То есть распаковка последовательности происходит в любой операции множественного связывания. Более того, в современном питоне есть вообще странная такая штука. Это операция множественного связывания с плейсхолдером. Давайте вот так его напишем. Вот. Если бы мы написали вот так, питон бы вырубился и сказал, что в нашей последовательности справа не столько элемент, сколько имен слева. Не буду я вам связывать эти элементы этой последовательности. А вот когда он напишется с плейсхолдером, у нас получится следующая ситуация. Вот. То есть произвольная последовательность справа, имена идут с двух сторон, A, B идет с начала последовательности, D идет с конца последовательности, а все остальное превращается в список и запихивается в C. Вот. Плейсхолдер может быть только один, но вот он тут есть. Кстати сказать, есть две функции all и any, которые работают с последовательностями, как с булевскими выражениями. Можно написать all от давайте так вот A равно нулю, B, а у нас есть A вообще как-нибудь. Нет, у нас A есть A, B и B. Да, ну вот, например, Жень тут советует конструкции тоже по раскрытию с плейсхолдером. Такое равно нулю извращенное. вот all от A равняется V только последовательность, B равняется E, C не равняется там, трем. True was равняется трем. Вот. Значит, функции all и any это фактически такие and и all просто многоместные. Вот, мы их уже использовали, по-моему, я их как-то приводил в пример, но там возникла такая штука, надо было про последовательность объяснять. Ну вот они. Самое как бы странное впечатление производит операция вот такого типа с такими двойными круглыми скобочками, не сразу понимая, что это не двойные круглые скобки, а просто кортеж в качестве единственного операнда нашей функции all. Да, значит, Женя, опять-таки, как знаток, замечает, что в случае all и any так же, как в случае цепочек из операции and и or происходит частичное вычисление и как только среди all появляется false, результат будет равен false. Давайте проверим. Ну, только да. False. А как только среди any а, мы не можем проверить, они, видите, возвращают сразу false, а вовсе не вот это. Вот отличие all и any от цепочек or и end. Да, цепочки or и end возвращают те же самые объекты, all и any возвращают, разумеется, ну, давайте тогда-так-да, вот так сделаем. Хм. Евгений, мне кажется, что вы не правы, потому что нам сначала придется вычислить содержимое этого, этой последовательности, а, но если она по ходу вычислимая, то есть, если, слушайте, если вы мне напомните, Жень, если вы мне напомните вернуться к этой теме, когда мы будем говорить про генераторы, вот только тогда мы, наверное, сможем полностью оценить, да-да-да, все правильно, вот как раз я про генераторы говорю, только тогда мы сможем полностью оценить ваше глубокомысленное замечание, сейчас пока мы не можем это сделать, у нас просто знаний не хватает, вот так что напомните мне. Ладно, отвлеклись мы. Фу, тут еще довольно много. В документации по питону написано, что можно делать с последовательностью, последовательность можно проверять на членство элемента, их можно складывать и умножать на число, причем справа и слева, их можно индексировать и секционировать, про это чуть позже, у них есть функция len, min, max, которая может вычислять длину последовательности минимальный и максимальный элемент, при условии, что естественно элементы последовательности вообще сравнимы, вот, и функция индекс, аккаунт, которая возвращает, индекс ищет соответствующий элемент в последовательности, начиная с позиции и возвращает его номер, а функция аккаунт считает количество элементов последовательности, любая последовательность поддерживает вот это, вообще любая, это могут быть строки, кортежи, списки, байтовые массивы, что угодно, вот, то есть, ну, как бы, тут ничего военного совершенно нету, кроме секционирования, про которое я сейчас расскажу, но прежде чем я расскажу про секционирование, я сразу открою небольшие кишочки, а, нет, давайте расскажу про секционирование, кишочки потом, значит, итак, у нас есть кортеж, его можно задавать с клубами, с клубочками, а можно задавать и без них, в кортеже могут храниться любые объекты, вообще любые, вот, в том числе кортежи, например, в питоне он реализован просто как таблица идентификаторов объектов, да, сама таблица, она является прямым-прямым массивом, потому что размеры идентификатора объекта всегда одинаковые, а потом, знаете, ссылается на разные, в разные стороны, на разные объекты, там, разного размера, вот, индексирование объектов совершенно очевидно начинается с нуля, вот, ну, давайте проверим, 0, 1, 2, 3, 4, должно быть 234, и правда, вот, но может идти из конца, так тоже можно, вот, пожалуйста, это последний объект, предпоследний объект последовательности, если последовательность индексированная, а они все индексированные, она вот так устроена, это, что касается индекса, мы можем взять из последовательности, да, ну, давайте мы, нет, ну, давайте так и сделаем, да, просто, у нас лент, вот, нам хватит, мы можем взять из последовательности, под последовательность, так называемую секцию, для этого мы должны указать начало и конец, ну, допустим, от двух до пяти, что от двух до пяти, я сказал, вот, обратите внимание, что, по сути, вот такая конструкция, на самом деле, вот такая конструкция, потому что пять у нас не включается, да, у нас берется второй элемент, третий и четвертый, да, смотрите, второй, третий и четвертый, уже был нулевой первый, второй, третий и четвертый, пятый не включается, это сделано понятно для чего, чтобы не было ошибок off-by-one, в питоне все циклы, все последовательности, вообще все, как все, меряется от нуля до n-1, надо просто запомнить, от нуля до n-1, n штук, это от нуля до n-1, секция, как видите, секцией кортеж является кортеж, что неудивительно, вот, что более интересно, мы можем, например, написать вот так вот, и что это такое, и это значит вот что, минус первый, минус второй, минус третий, минус четвертый, минус пятый, минус шестой, минус седьмой, от минус седьмого элемента до пятого, вот, это последовательность, обратите внимание также на то, что если вы ошибетесь в индексировании, например, напишите минус 18, ну, 18 элементов, или минус 18 элементов, то есть, вы даете такой индекс, который в действительности, в данной последовательности, не существует, Python вам выбросить exception, скажет, что нет такого, а вот, если вы будете делать секцию, то секция может быть откуда угодно, докуда угодно, то есть, всякий выход за пределы, за пределы, реальный, рядных индексов, от нуля до н, или переворачивание, как вот здесь, вот в секции, большего и меньшего диапазона, вот, не карается никакой, никаким эксемпшеном, а просто, ну, как бы, если вы вышли за ноль в ту сторону, то, как бы, и ладно, если вы перевалили за максимальный элемент, тоже ладно, короче говоря, вот видите, никаких ошибок не возникает, если вы вводите формально неправильный индекс, да, в случае секционирования. Наконец, секционирование, вот, может быть сделано с шагом, вот, например, элемент с первого по седьмой с шагом два, первый, третий, пятый, и даже всякие хитрые штуки, там, типа, с минус, с, 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 первого по, второй с шагом минус два, вот, или минус один, пожалуйста, переварили, перевернули, в общем, всевозможная штука, единственное, что слегка отдает шаманство, но, тем не менее, тоже довольно красиво выглядит, это умолчание для такого рода секций, обратите внимание, что я не написал ниоткуда, ни докуда, только указал шаг, и по этому шагу питон определил, что от конца до начала, это единственный способ указать конец в качестве, нет никакого куска изначального объекта, секция, это совершенно другой список, это еще один объект, вот смотрите, вот у нас есть объект C, вот у нас объект C, ну, скажем, от нуля до трех, это два совершенно разных объекта, более того, даже вот это вот, два разных объекта, C и C, вот эту штуку я называю полгармони, вот, а нет, не эту штуку, ну, короче, это микробаян такой, да, баян же пишется вот так, да, вот это баян, вот, а это микробаян, вот, вот этот микробаян, он, значит, нужен для того, чтобы дешево взять копию от нашего объекта, это другой новый объект, неравен, неравенный старому, то есть, нету в питоне ситуации, когда мы внезапно делаем прям кусок объекта того же самого, есть всякие view, но про них мы говорить не будем, и они тоже, в общем, немножко другой собой представляют, вот такая вот штука секционирования развесистая, прошу любить и жаловаться, а вот теперь кишочки обещаны, а обещанные кишочки состоят в том, что, как мы уже говорили, в питоне нет операций, в питоне есть методы, в питоне нету операций секционирования, на самом деле, как таковой, это всего лишь синтаксическая конструкция, которая приводит к вызову метода, который называется getitim, и больше ничего, смотрите, c.getitim 1, это то же самое, что c первое, c.getitim минус пятое, это то же самое, что c минус пятое, вот, а вот что такое getitim секции, это более хитрый вопрос, потому что мы не можем написать, например, вот так вот, от одного до двух, где нет, один параметр, и вот так вот мы не можем написать, мы не можем, не так, не так это все делать, и вот так мы не можем сделать, короче говоря, для того, чтобы секционировать наш, сделать слайс секцию из нашего тюкля, нам нужно передать специальный объект, типа слайс, он, кстати, есть, ну, давайте попробуем завести объект, типа слайс, давайте мы добавим объект типа слайс, которому напишем, ну, скажем, от двух до пяти, что? Нет, что я не сон, слайс от двух до пяти, вот, вот, значит, как видите, он состоит из трех элементов, откуда, докуда, и с каким шагом, в данном случае шаг ноут, и вот такая функция уже работает, смотрите, вот, от второго до пятого, с никаким шагом, или то же самое, что с шагом один, то есть, на самом деле, когда мы пишем вот так вот, это на самом деле вызов, детайти мы с, вот, такими параметрами, вот, вот вам еще один объект типа слайс, он так и будет слайс, так я сказал, вот, класс слайс, вот, именно так устроен весь этот синтактический сахар, связанный с, квадратными скобочками, мы просто вызываем детайти, а этому детайти мы вызываем все, что мы засунули в эти квадратные скобочки, да, обратите внимание, что мы не можем написать вот так, и у нас ошибка возникает ровно такая же, как когда мы пытались, потому что нет необходимости в такой конструкции, необходимости оперировать слайс объектами нету, а операция квадратная скобка, она все-таки синтаксически применима к, то есть, это операция применимая к, в данном случае, последовательности, да, то есть, квадратная скобка всегда заменяется, на детайти, а вы, Виктор тут предлагает, вот такую штуку превращать в слайс, а это семантически другая конструкция, понимаете, если эту квадратную скобку тоже в голове заменить на детайти, получится некоторое, некоторый разнобой смыслов, вот, поэтому, видимо, и поскольку сама по себе эта конструкция, сами эти слайсы почти никогда не используются, а всегда используются только вкупе с, теми объектами, которые мы режем на части, да, я думаю, что это, этот смысл, этот здравый смысл, им руководствовался гвид, когда решил, что вот такая конструкция не будет порождать слайс, просто для того, чтобы не было вот этого разнобоя, да, слайс, это всегда гитайт, в смысле, вот такая квадратная скобка, это всегда гитайтем, а тут, значит, чтобы не были каким-то конструктором, вот, а, как бы, пожили, это используется, ну, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть чаще, чем никогда, ну, вот, справедливости ради стоит заметить, что в питоне, стандартам, кажется, нету типов, которые поддерживают вот такую нотацию, вот такую нотацию, а в модулях питона, есть всякие массивы, а уж нумпы, и еще куча всего, такую нотацию поддерживают, никто не мешает нам написать класс, у которого гитайтем будет принимать параметры, в том числе, кортеж, почему бы нет, ну, просто вот, кортежи и списки так не делают. Совсем чуть-чуть про строки, про строки мы будем говорить отдельно, просто я, поскольку рассказываю про последовательности, должен строки тоже упомянуть. Строки в питоне, это последовательности, внимание, строк, строки, последовательности строк, так получилось. Вот, что как бы намекает нам, на то, что весь этот протокол гитайтемов, это совершенно не какая-то арифметическая штука, по взятию n-ого элемента, а вполне себе штука вычислительная, внутри которой логическая, внутри которой может быть что угодно, и вот как мы этот гитайтем напишем, так он и будет работать. В частности, гитайтем от строк возвращает строки, то есть, если мы напишем что-то типа S равняется 2, и потом скажем S5, S5 я хотел сказать, да, то мы увидим строку, вот, которую тоже будет нулевой элемент, у которого тоже будет нулевой элемент, нулевой элемент, нулевой элемент, минус первый элемент, нулевой, от минус 100 до 345, нулевой элемент, ну короче, вы меня поняли, да, поскольку гитайтем от строки возвращает строку, с этой строкой можно делать что угодно, все, да, вот эта штука работает, потому что у нее есть нулевой элемент, это потому что у нее есть последний элемент, и это работает, потому что это слайс, а при секционировании мы пропускаем все индексы, которые вылазят за границу, ну, в общем, вот, такая вот неожиданная штука, то есть, последовательность в Питоне, а строка в Питоне является такой немножко странноватой последовательностью. Во всем остальном строки вполне себе разумные, разумные последовательности, да, у них есть и индексирование, как мы уже говорили, да, там вот, да, и секционирование, и секционирование с шагом, в общем, все, что угодно, вот, и обратное, короче, вся та же, вся та же байка. Самое интересное в Питоне их строках, это их методы, но именно им будет посвящено просто отдельное занятие. Теперь, что касается списков. Списки, это тоже последовательности, которые обладают всеми свойствами последовательности, о которых мы только что с вами говорили, с одним важным добавлением списки, это модифицируемые последовательности, то есть в них можно элементы менять. Как нетрудно догадаться, за запись элементов в список отвечает метод setItem, который понимает, догадайтесь, что? Пару. слайс и то, что мы собираемся в этот список записать. Вот. Ну, давайте прям посмотрим. давайте, c равняется, да, списки сдаются квадратными скобочками. А, да, я забыл сказать, что мы можем использовать преобразование типов. Мы можем написать TeePoll от любой другой последовательности и получить TeePoll, ну, или список от любой другой последовательности и получить список. Пожалуйста. да? Понятное дело, как это происходит. С учетом того, что последовательность, вся любая последовательность питания поддерживает протокол последовательности, наш конструктор TeePoll сожрет вот эту последовательность в данном случае строку, пройдет по ней поэлементно с помощью цикла for, я так подозреваю, и каждый элемент превратит в отдельный элемент последовательности и вернет нам соответствующий тюпль. То же самое со списком. Разница, как видите, круглые скобочки квадратные. Причем круглые скобочки иногда можно не указывать, а квадратные нельзя не указывать. Квадратные, надо указывать всегда. А в остальном список может также точно хранить что угодно, какие угодно элементы. Что мы еще знаем? Not implemented. Пожалуйста. Что угодно. Что такое список, можно записывать. Список поддерживает операцию. Каждый элемент и на самом деле каждый последовательный список поддерживает операцию связывания. Мы можем написать L, скажем, третье, равно ку-ку. И у нас L внезапно 0, 1, 2, 3. Вот сюда вот запишется ку-ку. Что важно. При этом в отличие от ситуации, когда мы работаем с константными объектами, а я напоминаю, что строки, числа, кортежи, это все константные объекты, которые не меняются никогда. Список это изменяемый, модифицируемый объект. И тот факт, что мы что-то в список записали и вообще что-то с ним сделали, идентификатор его не меняет. Смотрите. L, допустим, первое равняется 100500. L изменился, идентификатор не поменялся. Понятно ли, что это нужно? Ну, для того, чтобы можно было хранить какой-то вот объект и туда писать, читать, изменять его размер. Обратите внимание, что в списке, что мы можем добавить L.append, ну, скажем, раз, два, три, четыре, пять. И у нас элемент добавится в конец списка. Или сказать L.insert, ну, скажем, на позицию 2 элемент ZZZZ. И у нас после второго элемента вставится ZZZZ. Раз, 0, один, два. Вот после второго он вставился. Давайте посмотрим, что еще есть у списков. У списков дофига всего есть, на самом деле. Ну, давайте, что там? L.index. Индекс есть. Индекс. Что там? Ку-ку. Есть такой элемент, он четвертый. Кукареку. Нет такого элемента, приехал нам этот самый value error. Что там еще? Remove. Во, смотрите. Значит, первый remove прошел. У нас ку-ку удалился из списка. Второй remove, разумеется, не прошел. Приехал в тот же value error. Вот. Обращаю ваше внимание на то, что операция удаления из списка... Любая операция поиска по списку. Ну, индекс, remove, in, ну, скажем, 100, 500, in, ку-ку. Не ку-ку, а, l. Это... И 1501, это l. Это операция линейной сложности, не констант. Мы пробегаем весь список от начала до конца, сравниваем все элементы на равенство вот этой штуки и говорим true в случае, если он нашелся, а false, если не нашелся. А не нашелся, это значит, мы посравнивали все. Это операция линейная, операция прохождения. Виктор и Женя, я сейчас расскажу про списки в питоне. Это не списки вообще, это динамические массивы, но чуть позже, хорошо? Вот. Я вообще... Смотрите, Жень, вы реально много знаете. Единственная к вам просьба, как это сказать, делиться своими знаниями вовремя, да? Потому что, понятное дело, что я про это расскажу. И даже если я про это забуду, хорошо, что вы напомнили. Но вот когда вы переключаете тему, иногда тяжело держать нить разговора. Спасибо. Вот. Ну так вот, обращаем ваше внимание, что много, много, или даже какой-нибудь ремоф, да? А, уже был. Много операций над списками имеет линейную, а не константную сложность, то есть требует прохождения по всему списку. Ну, если вы хотите сложить, да, значит, списки, так же как и кортежи, так же как и строки, как любые последовательности можно складывать. Да, там, L плюс L, например, плюс L умножать. Вот. Помимо операции с микробояном, которую я уже демонстрировал, есть еще операция копирования, которая ровно такая же. Вот. С операцией копирования нужно быть осторожнее, потому что это так называемая неглубокая копия. И, понятное дело, что никакого рекурсированного обхода под последовательности нашей последовательности оно не делает. Поясняю. Вот у нас есть L. Вот у нас есть... Давайте мы в него еще список добавим. Append. Списочек такой, да? Вот у нас L. У L это и есть минус первый элемент. Это список. Да? Давайте посмотрим, какой он идентификатор. Вот. Сделаем копию. Неважно как. С помощью микробояна или с помощью операции копия. L.copy. Положим ее в новый... Назовем ее новым именем. Ну, скажем... Это новый объект. Он другой. Сейчас мы это посмотрим. R. Да? У этого R другой идентификатор. Это два разных объекта. Они равны... Ой. Да? Но они не являются одними и тем же объектами. Все очевидно. Внимание, вопрос. Если я сделаю вот так вот... Понятно, что поскольку у нас равны все последовательности, а сравнение последовательности происходит поэлементно, да? Последовательности сравниваются поэлементно. Сначала сравниваются нулевые элементы. Если они равны, сравниваются первые нулементы. Если они равны, сравниваются вторые и так дальше. До тех пор, пока либо в одной из последовательностей элемент не окажется меньше, чем в другой. И тогда та, в которой меньше, считается меньшей. Либо одна из последовательностей не кончится. Если одна кончилась, а другая нет, то та, которая кончилась, считается меньше. до поэлементное сравнение так вот поскольку у нас последователь равна последователь р очевидно что r минус 1 элемент равен или минус 1 элемент внимание вопрос на несколько секунд какой будет результат вот этой операции это один и тот же элемент или нет правильный ответ разумеется один и тот же то есть когда мы создаем копию списка мелкую мы фактически делаем список ссылок на тот же самый объект давайте попробуем это знаете где сделать бром попробуем это сделать на пойдем тьюторе так а равняется раз два три четыре б равняется а точку копий копий так вот я сказал копий и и бы я минус первое минус первое первое равно сто пятьсот ну и скажем принт а стб давайте смотреть вот мы создали одной операции сразу два объекта объект безымянный который связан только ссылкой из вот этого из другого списка список и имя а которое ссылается на этот список из трех элементов а вот все понятно обратите внимание как устроена копия копия ссылается на те же самые объекты прямо на те же самые но сам сам по себе список копий это другой список все что сейчас произойдет мы пойдем бы первое минус первое бы рибы минус первое первое изменим вот этот объект вот в этом списке дэнс обратите внимание что он изменился и там и ся и разумеется когда мы залезем в аль когда мы залезем в мы увидим и там и там одинаковые одинаковые изменения вот здесь и вот здесь самое интересное что такая же ситуация работает с картежами что важно давайте ради интереса поставлю здесь даже круглые скобочки сам по себе картеж неизменяемый элемент и мы не можем сделать ничего с ним а вот поскольку у него внутри находится список список можно модифицировать абсолютно такая же картина хорошо давайте сделаем не копия а только не а на все еще хуже ну короче и тем не менее картина именно такая я хотел показать тут видите здешний интерпретатор решил что что вот этот микро микробаян к примененный кортежу ничего не меняет в распределение памяти потому что там ну как бы мы не можем не модифицировать но фишка именно в том что несмотря на то что сам кортеж это константный элемент мы могли модифицировать его содержимое например объект который он наказал ссылать дело в том что я хотел вам показать еще одну такую разве чистую разве чистую структуру и на этом если а равно бы эту картина не изменится человек с ником арий ариевич вот просто совсем да вот она будет именно такая вам в обоих случаях и в случаях списка их случаях кортежа а равно бы это просто связывание одного и того же объекта да видимо да значит окей я обещал еще так значит мы г idea da обратите внимание дать еще посмотрим что нас умеет список я практически все уже показал за исключением того что список разумеется список разумеется поддерживать присваивание секций в интерьер можете написать от 1 до до 1 до 3 элемента присвоить и тут какой-нибудь там последовательность бы что при этом произойдет ну очевидно что удалиться последовательность от 1 до 3 элемента то есть сто пятьсот а куда приедет это кверк верт о как мы заменили одну последовательность на другую то есть последовательность которая стоит справа поэлементно раскрылась и вставилась в качестве под последовательности внутрь удаленного куска от 100 500 до zzz довольно удобная картина справа может стать любая последность она распаковывается и заменяет собой эту последность которую мы здесь указали более того если мы например пользуемся всякими хитрыми вещами типа от пятого до до второго с шагом минус один здесь бц бц скажем а бц а бц ну нет а бц двери а вот в сторону нельзя окей а сколько там от пятого до второго три вот если мы используем конструкцию с шагом то как видите такая фишка как замена последовательности одного размера последствий другого размера не пройдет но зато мы можем вообще вставлять вот так и скажем и вот так да вот смотрите x y z не знаю когда это нужно в жизни на такое тоже можно делать ну и мы можем делать просто тупо вот так дел удалить и от 5 до 10 блянс и удалили кусок что еще я думаю что нет потому что нужно распаковывать же ведь это был вопрос что будет есть попытаться вставить вместо последовательности число так сделать нельзя если хотите пишите вот так и все будет хорошо мы удалим последовательность от 1 до 3 и вставим на его место потенцией снова элемент обратите внимание на то что мы с вами использовали о функция пент да вот а есть еще функция по которым как бы dance который возвращает последний момент нас на нашем списке в действительности как было правильно тут замечено в чатике список в питоне это вообще не список это динамический массив ну точнее динамическая таблица и у него чуть более код пожалуйста уже в чате большой мы так уже как бы у нас времени совсем мало осталось а вот в телеграмм начать можно спрашивать список в питоне вообще не список этот динамический массив точнее динамической таблицы то есть таблица ссылок на объекты идентификаторов объектов но главное что это массив идея стоит в том чтобы завести какое-то количество памяти скажем 8 элементов и запихивать туда элемент при добавлении когда последний восьмой элемент забивается мы увеличиваем массив два раза получается 16 элемент начинаем добавлять дальше потом еще в два раза потом еще два раза и примерно такая же фишка происходит при удалении мы начинаем удалять элементы из нашего массива вот и когда они окончательно он окончательно опустеет то есть количество памяти которую зажирает становится станет там в 3 что не помню мы будем считать что в два раза больше чем элементов в нем то происходит как бы релокация и освобождение той памяти которая внезапно освободилась вот практика показывает что несмотря на некоторое странное поведение такую постоянную релокацию памяти она на самом деле не постоянная то есть реальная практика программирования говорит о том что вы в какой-то момент остановитесь на определенном вот этом вот на определенной степени двойки и внутри нее будете пользоваться вот этим вашим списком он же динамический массив значит это к вопросу о том как реализован массив то есть список список это вообще не список в чем отличие по эффективности списка такое ощущение что вот 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 про это мы ну ладно я постараюсь рассказать займу несколько минут значит в чем различие эффективности связанного списка который мы знаем там сишного или там си плюс плюс снова и динамического массива все что требует полного перебора элементов поиск элемента копирование в этих структурах одинаково нам надо пройти по всему списку или по всему динамическому массиву индексирование то есть взятие энного элемента разумеется в динамическом массиве константная мы просто берем n элемент а в списке линейный мы должны от начала отмерить n элементов и только тогда сказать вот n элемент нашего списка в этом смысле динамические массивы эффективные единственное где эффективность связанные списки это в операциях удаления и добавление из середины или из начала короче не из конца нашего вот нашего набора потому что понятное дело есть у вас есть массив заполненный вот настолько добавление в конец элемента удаление элемента из конца это ли абсолютно константная операция именно поэтому операции append и pop крайне рекомендуется при работе со списками с той стороны списки модифицировать очень быстро это дешевая константная операция добавить один элемент список и ударить это между прочим этот самый такой формализм который называется стек вот а вот запись удаления в середину запись удаления в начало это конечно операции в случае списка константной а в случае массива разумеется линейный нам нужно если мы хотим вставить середину нашего списка что-то нам нужно все вот эти элементы скопировать на один шаг вверх и вы сюда вставить аргумент к тому что это разница абсолютно несущественная состоит в том что мне на память приходит ровно один алгоритм в котором вставка или удаление элемента внутрь вот такого списка или массива суда происходит без предварительного поиска этого места в массе и вот попробуйте себя бы вообразить алгоритм в котором вы внезапно говорите хочу вставить вот после того элемента вот после того элемента что-то если вам сначала нужно поискать этот элемент вашем списке то операция поиска линейная и то что после ее следует еще линейная операция вставки никого уже не волнует в этом смысле поиск плюс вставка поиск плюс удаление массив и списка работают одинаково единственная ситуация мне известная когда ставка и удаление могут происходить не в конец элемента нашего не в конец нашего массива а в другое место или скажем и в конец и еще в какое-то другое место без предварительного поиска этого другого места это ситуация когда мы хотим одновременно с двух сторон и в начало и в конец то есть вот когда у нас есть формализм под названием очередь стык это как это после последним зашел первым вышел то что только что положили то можно и снять а то что положили за два шага до этого через два шага только можете по очереди это первым зашел первым выше в очереди мы добавляем в одно место а снимаем с другого добавляем в началу удаляем из конца вот в этом случае список действительно крайне неэффективен потому что вставка в начало списка всегда занимает столько операций сколько длина Для того, чтобы это дело превозмочь, в питоне есть специальный тип данных, который называется Deco. Вот он, колода, который ровно так устроен. Это такая структура данных, у которой работа из конца и с начала этого самого списка константная. То есть добавление в начало, добавление в конец занимает одинаковое константное время. У нее есть аппент и аппент-лефт. Поп и поп-лефт. Что еще? Есть даже ротейт. С одной стороны удалить, в другую сторону вставить. Единственной причиной, по которой мы пользуемся списком, а не вот этим самым декой, этой колодой, является то, что она все-таки гораздо более сложная. Там внутри у себя устроена и сам по себе список, то бишь лист, эффективнее. Но если вам нужна именно, скажем, очередь, вот дек вам в руки. Вот. Значит, что еще? Одну большую тему мы с вами радостно пропустили. Ну, наверное, я ее... Я просто вас в нее ткну. Вот. А вы сами разбирайтесь. А может быть, я в следующий раз-то расскажу. А может, я потрачу пять минут вашего драгоценного времени и расскажу сейчас. Смотрите, у нас будет домашнее задание, я его еще не сделал, но он будет сегодня, на многомерные структуры данных. У нас нету... У нас есть модуль array и там двумерные или еще какие-то мерные массивы в питоне, но всего это нам не понадобится. Мы можем смоделировать многомерную структуру данных, например, просто массивами массивов или списками списков точнее. Что-нибудь типа такого. А равняется... Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать. Ну, десять, одиннадцать. Ну, хорошо. Нет. Ноль один, два. Вот. Что такое А? А это список. Список чего? Список списков. Вот, пожалуйста, вы можете вот такого рода конструкции совершенно спокойно, абсолютно без зазрения совести использовать вместо многомерных массивов. В действительности же это, понятное дело, таблицы таблиц, то есть таблицы ссылок на таблицу ссылок на идентификатор объектов, но с точки зрения эффективности оно будет почти такая же там, ну, понятное дело, условно говоря, на один шаг в два раза медленнее, чем в настоящей классической двумерной массиве. Вот. Единственная проблема такого рода конструкции состоит в том, что вы должны четко следить, чтобы в ней было одинаковое количество элементов в каждом из элементов. Да? То есть, вот, есть, а этого нет. Я еще раз прошу, пожалуйста, вопросы, которые не совсем по лекции, задавайте в телеграммном часике, он, собственно, для этого завезен, там 300 с гаком человек, вам все помогут, а на лекции вы не ожидаете, что я вам отвечу. Ладно? Вот. Такая вот картина. И это к вопросу о моделировании. Наконец, в питоне есть одна последовательность, на самом деле их больше, но одна точно, которая называется range, которая вполне себе... Вполне себе последовательность. Вот. Индексируемая. Ну, давайте там от 10 до 100 с шагом 3. Вот. Индексируемая. С него можно вычислить длину. Не знаю, можно ли с ней взять... С него можно взять даже, видите, секцию. Настоящая последовательность. У него есть только одна фишка, она нехранимая, она вычислимая. Вот этот range, это альфметическая прогрессия, которую можно вычислить из начального шага и приращения, и длины. Вот. Классические примеры использования range, это, конечно, классический цикл со счетчиком. For e, in, in range, вот, допустим, 10, print, e. И вот такая вот последовательность. Отличается от других последовательств тем, что она вычислимая, то есть хранить ее не надо, все ее элементы вычисляются. Тем не менее, она распаковываемая, все остальное у нее точно так же, да? Можно писать, a, b, c, d, там, звездочка, d, e, f равняется range от 20, да? Что? d, d, тут было d, да? d, ну, и смотрите, a, b, c, d у нас, b, e, f. Вот такие дела. Он не генератор. Это именно, что такой объект, у которого определен гитайтем, у которого определен, что там еще, len, у которого определен гитайтем на слайс. Просто он возвращает соответствующий, вычисляет и возвращает соответствующий объект. Вот и все. Вычисляет его, не хранит. Смотрите, у нас пропустилась одна тема, вот она. Это списковые сборки. Да, разумеется, range, константный объект. Тут Женя, Евгения спрашивает. Да, 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 конечно. Смотрите, вот перед вами на экране, но тема, которую я не успел рассказать, она называется списковые сборки. Я ее расскажу за пять минут, просто вкуривать у нее надо придется гораздо дольше. И, видимо, я так и сделаю. Смотрите, когда вы конструируете список, вы можете конструировать его так. L равняется, и дальше перечислять все объекты, из которых он состоит. Обратите, кстати, внимание, что в списках и в картажах вы можете оставлять вот эту финальную запятую. Это очень удобно для синтаксиса, когда вы в столбик пишете, когда добавляете очередной элемент. Не надо думать, нужна запятая там в конце или нет. Вот. Но вы можете также воспользоваться циклическим конструктором или списковой сборкой. Вот она. Которой... Сейчас. Вот она. Выражение for, имена и импоследовательность. В которой вы просто пишете буквально следующее. L равняется выражение x умножить на 2 плюс 1, ну, до 23, неважно. For x in и дальше последовательность, ну, скажем, range от 8. Ну, тут я вообще-то сделал... По-хорошему это был range, понятное дело, да? Но не важно. Важно то, что вот так работает списковая сборка. Выражение for, имена. Тут можно сделать несколько имен. Мы это увидим где-нибудь. Я приведу пример, когда мне это припадет. Вот. In последовательность. Ну, или что-нибудь такое. Допустим. C умножить на 2 плюс n. For c. In. И тут строка. Сейчас. Умножить на 2 плюс. О, смотрите. Да? Конструктор списков. Вы можете сделать их вложенными. Это вот этот пункт. И написать вот такую конструкцию. Это будет фактически Декартовое произведение. Смотрите. For. И умножить на 2 плюс g. For g in range от 10. For. И давайте только не на 2, а на 200. На 100. For. И не 10 от 5. 5. For. И in range от 6. Вот. Обратите внимание, какой из этих циклов внешний, какой внутренний. Да? g. И у нас считается внутренний, g внешний. Что важно. Да? Нет? Нет. g у нас считается внешний и внутренний. То есть, как если бы мы вот это записали в столбик. Ну и наконец, последняя фишка. И на этом я, видимо, заканчиваю. Итак, уже перебирал ваше время. У нас есть к циклической сборке, есть еще фильтрующий вариант. Вот он. For выражение in имена if выражения. Которое выглядит буквально следующее. Там. И умножить на 2 плюс 1. Наш любимый. For. И in range от. 2 до 15 с шагом 2. И в. 16. И в. И процент 6. Жмяк. Что сейчас произошло? Ну давайте сравним вот с этим. Ну вот. В список попали только те. В конструктор попали только те. И. Которые были не кратно 6. Для них вычислилась вот эта формула. И вот эта формула. В результате из нее. Как бы по этой формуле создался вот этот список. Вот. Все. Это все, что я на сегодня хотел сказать. Домашнее задание будет сегодня. Тесты к нему будут завтра. Дедлайн я не переношу. Дедлайн. То есть. Домашнее задание должно быть решено до лекции. Вот в свою очередь обязуюсь завтра уже все тесты выводить. Да. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Чуть-чуть я сегодня потупил кое-где. И съел немножко 7 минут вашего времени. Но видимо так тому и быть. Раскурите пожалуйста вручную дома. Смотрите списковые сборки. Это очень удобный инструмент. С помощью него можно себя облегчить жизнь. Вот. Els тут не поддерживается. Вениамин спрашивает. До лекции это до 18? Нет. До лекции это до дня лекции. То есть до предыдущего дня. Дедлайн у нас 6 дней. Ну что. Я вижу больше вопросов нет. Значит тогда всем спасибо. Что у нас будет в следующий раз. Я пока не знаю. По планам у нас кажется должны быть функции. Потому что без функций жить нельзя. А у нас они отсутствуют. Надо их обязательно сделать. Вот. Сейчас давайте посмотрим. Да. Функции замыкания. Вот в следующий раз. Тогда этим и займемся. Все. Тогда значит до новых встреч. Где они наши встречи? До новых встреч. В следующий раз. Вот поговорим про функции наконец-то.